Я верю, что очень важно, чтобы Латинская Америка четко сказала, то, что происходит в Украине, это агрессивная, империалистическая, недопустимая война, которая противоречит международному праву. Мы сегодня не смогли согласовать совместное заявление, так как некоторые не хотят назвать это войной против Украины. Дорогие коллеги, сегодня это Украина, а завтра это может быть любой из нас. Несомненно, это из-за самоуспокоенности, что время от времени происходит с любым лидером. И не важно, нравится нам или нет президент другой страны. Важно, уважать международное право, которое несомненно было здесь нарушено. Не обеими сторонами, а одной стороной. Эта страна-захватчик, и это Россия. Вчера на саммите Европы-Латинская Америка, президент Чили Габриэль Борич, произнес речь в поддержку Украины. Он призывает к объединению стран Латинской Америки в отношении осуждения российской агрессии против Украины. И говорит, что на месте Украины могла оказаться любая страна. Габриэль Борич делает акцент на том, что не важно, нравится вам или нет президент какой-то страны, важно, что Россия нарушила международные законы и нормы, агрессивно напав на Украину. Борич заявил, что то, что происходит в Украине, это неприемлемая империалистическая агрессивная война, нарушающая международное право. И виновата здесь только Россия. Напомню, что Чили одна из самых демократических стран Южной Америки. Индекс демократии у нее даже выше, чем в США. А жена президента Чили известна тем, что отказалась быть первой леди и осталась простой женщиной. Спасибо Чили за поддержку Украины.